Проверка автоматических выключателей и трансформаторов тока с помощью испытательного прибора RETOM-21 и нагрузочного трансформатора RET3000. Мобильность, многофункциональность, максимально разумные токи и напряжение с приемлемой мощностью, возможность регулирования фазы между двумя источниками, встроенный источник оперативного тока, простота обслуживания, современные средства автоматизации, точность – вот основные требования, которые предъявляются к испытательным приборам. Всем этим требованиям в полной мере удовлетворяет испытательный комплекс NPP-динамика на базе прибора RETOM-21. Комплекс включает в себя несколько устройств, предназначенных для расширения функциональных возможностей прибора RETOM-21. Одно из таких устройств – нагрузочный трансформатор RET3000, который позволяет увеличить максимально выдаваемый ток до 3500 А. RET3000 необходим при следующих испытаниях. Измерение коэффициента трансформации, полярности и угловой погрешности измерительных трансформаторов тока. Испытание низковольтных силовых выключателей первичным током. Проверка характеристик токовых защит низковольтных силовых выключателей. Тестирование токовых защит прямого действия первичным током. Трансформатор нагрузочный RET3000 представляет собой помещенный в чехол тороидальный магнитопровод с намотанной на него первичной обмоткой. В комплекте с RET3000 поставляется 8 кабелей, позволяющих варьировать выходные параметры трансформатора. При параллельном подключении всех 8 кабелей можно получить ток до 3500 А. При соединении кабелей последовательно можно повысить выходное напряжение до 8,8 В и выдавать ток на большую нагрузку. Для демонстрации совместного применения RETOM-21 и RET3000 проверим автоматический выключатель и измерительный трансформатор тока. Проверка автоматического выключателя Для демонстрации проверки выбран автоматический выключатель А3724 с номинальным током 250 А и током отсечки 2500 А. Этот автоматический выключатель имеет два расцепителя – электромагнитный и тепловой. Измерим ток и время срабатывания по отсечке и проверим тепловую защиту. Для измерения тока срабатывания по отсечке соберем схему соединения. Перед использованием RET3000 необходимо намотать вторичную обмотку трансформатора силовыми кабелями из комплекта поставки. Число витков вторичной обмотки, количество параллельно и последовательно подключаемых силовых кабелей обмотки определяются сопротивлением нагрузки и выходным током согласно руководству по эксплуатации. Подключим вторичную обмотку RET3000 к проверяемому полюсу автомата. Трансформатор RET3000 подключается к выходу U6 источника 3 RETOM-21. Другие выходы источника должны быть свободными. Для измерения выдаваемого тока совместно с блоком RET3000 поставляется измерительный блок RETDT, который позволяет измерять токи до 30 кА. Применение данного блока позволяет производить измерение реальных токов в цепи с точностью до 1%. Преобразователь RETDT подключаем к входу PV1 RETOM-21. Для измерения тока отсечки выведем на индикатор показания RETDT. Необходимо, чтобы на дисплее RETOM-21 выводилось измеренное первичное значение тока, поэтому задаем предел измерения в меню прибора и на RETDT. Переведем источник 3 в импульсный режим с временем импульса 60 мс и временем паузы 6 секунд. Включим источник и, вращая ручку латера, будем понемногу прибавлять ток до момента срабатывания автоматического выключателя. Благодаря тому, что ток выдается короткими импульсами с длительными паузами, тепловая защита не успеет сработать, пока мы ищем ток отсечки. Ток срабатывания по отсечке составил 2200 А. Выключим источник, оставив ручку латера в найденном положении. Теперь измерим время срабатывания электромагнитного расцепителя по размыканию контактов автоматического выключателя. Для этого контакты К2 секундомера заводим на параллельный полюс автомата. На индикатор помимо значения выдаваемого тока необходимо вывести показания секундомера. Зададим условия, обеспечивающие пуск секундомера при включении источника 3 и завершении отчета при размыкании контакта автоматического выключателя. Включаем источник и выдаем найденный ранее ток. Секундомер фиксирует время срабатывания автоматического выключателя при срабатывании контакта К2. Время срабатывания по изменению состояния контакта составило 19,2 мс. Таким образом мы измерили время срабатывания автоматического выключателя классическим способом по изменению состояния контакта. Теперь измерим время срабатывания электромагнитного расцепителя по пропаданию тока и сравним с временем, измеренным ранее. В этом случае контакты К2 секундомера не задействуются. Для определения момента срабатывания необходимо выбрать фактор изменения величины выдаваемого тока. Зададим условие, обеспечивающие пуск секундомера при включении источника 3 и завершении отсчета при пропадании напряжения на выходе РедДТ. Включаем источник и выдаем найденный ранее ток. Секундомер фиксирует время срабатывания при пропадании тока в первичной обмотке. Время срабатывания по пропаданию тока составило 19,3 мс. Значения времени срабатывания, измеренные двумя способами, совпадают. Преимущество способа измерения времени срабатывания автоматического выключателя по пропаданию тока в том, что нет необходимости использовать дополнительные провода для фиксации момента отсечки. Проверим тепловую защиту автоматического выключателя. Для проверки тепловой защиты необходимо подать на автомат трехкратный номинальный ток в 750 А. Для того, чтобы выставить ручку латера в положение, соответствующее выдаваемому току в 750 А, переведем источник 3 в импульсный режим с временем импульса 60 мс и временем паузы 6 секунд. С такими периодами импульса и паузы срабатывание теплового расцепителя во время поиска положения ручки латера, соответствующего току 750 А, не произойдет, так как биметаллическая пластина не успеет достаточно нагреться. Выставим необходимую величину тока. Выключим источник, оставив ручку латера в найденном положении. Затем переведем источник 3 в режим длительной выдачи тока и включим его. Секундомер фиксирует время срабатывания тепловой защиты. Время срабатывания тепловой защиты составило 7,6 секунды. Проверка трансформатора тока. Для демонстрации проверки выбран трансформатор тока 3000 на 5. Проверим коэффициент трансформации и определим начало и конец обмотки. Для проверки коэффициента трансформации соберем схему соединения. Пропускаем вторичную обмотку лет 3000 через проверяемый измерительный трансформатор. Вторичную обмотку проверяемого трансформатора подключаем к входу PA и том 21. На индикатор необходимо вывести значение токов в первичной и вторичной обмотках проверяемого трансформатора. Выводим показания измерителей PV1 и PA. Включим источник и вращая ручку латера выдаем ток около 3000 А. Фиксируем показания измерителей. Вторичный ток 4,8 А при первичном токе 2964 А. Рассчитаем коэффициент трансформации. 2964 делим на 4,8 и получаем 606. Отклонение от номинального составило 1%. Для нахождения начала и конца обмотки трансформатора тока измеряется угол между токами в первичной и вторичной обмотках. Если угол равен нулю, то обмотки подключены правильно. Если угол равен 180 градусам, то начало и конец обмотки перепутаны. На индикатор помимо значений токов в первичной и вторичной обмотках проверяемого трансформатора, необходимо вывести угол между первичным и вторичным током. В меню выбираем измерение фазы. За опору возьмем первичный ток, то есть показания RET-DT, а за измерение примем ток во вторичной обмотке. На индикаторе отображается измеренное значение угла между первичным и вторичным током. Подаем ток на первичную обмотку. Угол между токами около 180 градусов. Значит вторичная обмотка относительно первичной включена обратно. Внимание! Нельзя разрывать цепь измерительной обмотки, когда по ней протекает ток, поскольку на ней возникает напряжение, опасное для жизни. Необходимо прекратить подачу тока на первичную обмотку. Перекинем провода на вторичной обмотке и снова подадим ток на трансформатор. Теперь угол между токами равен нулю. Начало и конец обмоток найдены. Таким образом было продемонстрировано, как удобно и просто проверять автоматические выключатели и трансформаторы тока с помощью испытательного прибора RETON21 и нагрузочного трансформатора RET3000.